друзья всем доброе утро сегодня воскресенье день солнечный на улице классно вообще выходные у меня проходит прекрасно в пятницу я ездила к подруге в гости хотя сказать к друзьям вот вернулась очень-очень поздно в субботу я тоже ездила почти на весь день к подруге утром немножко убралась а потом поехал к подруге посидели супер классно прям вообще очень здорово и мне дали мясо бобра сейчас я пока замачиваю потом буду ближе к вечеру готовить замачивать мясо диких животных нужно сутки в холодной воде вот а сегодня днем я решила ну как днем что там со временем где там время у меня один часов я решила заняться тем что сегодня я буду убирать зимние вещи доставать в основном это верхней одежды то есть шуба пальто там и так далее куртки какие-то зимние и достану соответственно весну-осень и то же самое проделаю с зимней обувью вот у меня тут все лежит уже все в чехолчиках за зачехлено уже в чехлах это у меня шубу это вот полушубок шуба это жилетка мне кажется я не одевал даже в этом году жаль зимняя куртка и сноубордической куртки и вот там внутри внутри штаны розовенькие торчат и жилеточка это все для сноуборда тоже надо все убрать соответственно шарфики главные уборы тоже сейчас все приберу уберу шарфики перчатки шапочки тоже сейчас все уберу достану может что-то весеннее переберу шарфики может быть что-то отвезу так а вот эти вот две куртку пальто и куртка куртка вообще суперская просто классная но она уже просто не современная вот из-за такого рукава я бы с удовольствием его отпорола носил бы как жилетку но мне уже не нравится низ я подумала может быть и низ тоже как-то здесь вот отрезать резануть вот уже думала смотрела но тут карман как бы он тогда будет выглядывать уже будет некрасиво хотя конечно его можно будет так но нет это не айс вот куртка вообще клёвая классная это такая дубленочка весенние очень классная тоже отвезу подруги сегодня вечером может быть она куда-то пристроить а вот вместо это пальто что-то надо видимо купить другой потому что она такая современная стиля рубашка но наверное она мне просто надоело хочу все-таки не бежевый цвета белый нужно есть весенние белые ботинки как-то так мама тоже вот приготовила всю зимнюю свою верхнюю одежду сложила тоже уберу достану что-то весеннее для нее обувь все приготовила почищу что-то по протру что-то почищу щеточкой что-то такой счетчик потому что у меня есть велюровые ботинки вот вообще все в соли не пойми какие конечно уже просто зимние полубати полу сапожки это у меня умеет тоже там раз или два в этом году отдела в основном ходила зима то было все-таки снежные и холодные ходила в ботфортах всю дорогу и под светлый брик не и зимние носила вот эти вот с курткой зимней вот так что тоже сейчас почищу уберу так как у меня нет шкафа какого-то специального или кладовочки для верхней одежды поэтому я ее беру в диван в диван в маленькой комнате он у нас свободный там ничего у нас никогда не лежит он чисто для верхней одежды вот мы туда поэтому так вот все в чехолчике складываем в какие-то пакетики такие не целлофановые а вот тоже вот но тоже типа так как вот этот вот какой-то он такой не знаю не матерчатый материал какой-то такой свет мне чуть тут упал не так какое-то все красное вот и все вот складываем вот в диван что делать нет у меня кладовки но нет у меня кладовки ладно я потихонечку пошла все мыть убирать и доставать весенние обувь и весеннюю одежду куча одежды просто куча какой-то весенний и летний вообще капец вот надо будет что-то кстати пересмотреть и может быть что-то отдать стопудово я что-то уже не ношу давным-давно вот вот такая вот здесь такое здесь вот местечко где все вполне себе укладывается очень даже хорошо этот коробочку моей сестры стоит какие-то блоскоточки у нее еще чуть надо будет вот она приедет вроде как по весне надо будет ей отдать так что сейчас сложу зимние айти переберу что-то еще уберу опять туда же под диван а что-то уже повешу на полочке пошла короче дальше разбирать еще кое-что так но вроде как все разобрала прям совсем весенние вещи пока не достает и плащи всякие такие пиджачки у меня есть типа курточки всякие это я пока не буду так что сейчас диван закрываю вещь тоже кое-какие разобрала сейчас покажу так вот все развесила это вот мамины 2 2 пальтишка светленькая и синенькая такие они как раз вот прям сейчас на эту погоду пальто свое любимое достала повесила одно в клетку другое черное надо все-таки бежевое что-то купить или беленькая вот такое длинное и у него еще отстегивается получается курточка такая коротенькая типа косухи так и это вот все что я собрала то что надо будет отвести подруги пальто пальто куртка может быть пристроить и вот такой пиджачок все потому что я его точно носить не буду он мне кажется его одела один один год одевал и все так шапки еще ничего не разбирала сейчас тоже полезу все достану разберу эти все уже все достал курточки прям вот такие на эту погоду несколько пальто но вот это вот тоже прям вот такое совсем легкая не помню что это такой кашемир или что не помню очень теплые всем то есть пока еще нельзя делать рановато вот и сейчас разберу шарфики до конца посмотрю может быть тоже что-то надо будет отдать пока у кого-то а вот я Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, я разобрала всю обувь. У меня есть вот такие классные сапоги. Но тут каблук, я думаю, может быть даже больше, чем 10 сантиметров. Сапоги очень классные, очень крутые. Я на них делала уже профилактику. Я в них ходила, конечно же. Но они в прекрасном состоянии. Никаких потертостей, ничего. Если у кого-то есть желание, кто живет в Москве, у кого размер... Вот это вот на 36 размер. Здесь не на худенькую ножку, потому что у меня здесь прям нога как в стакане была. Ложка в стакане называю. Вот, ну это очень классные Паула Конте. Суперские сапоги. Вообще ни одной вообще погрешенки на сапогах. Отдать просто так, конечно, не отдам уж, извините. Но потому что реально классные сапоги, и таких больше нету. Вот, то есть... Ну вот, где вы такие сапоги найдете? Да нигде. Все тут прям вот Паула Конте. Все прям... Тут все прям написано до сих пор. Они очень крутые. А дам, конечно, за совсем небольшую плату. Вот, то есть, если вдруг кто-то заинтересуется, или, может быть, ваши друзья какие-то, там, девчонки молодые, кто может носить еще такие сапоги, пишите. Как-то с вами сконнектимся, телефонами обменяемся. Я вам привезу или там доставку сделаю все, что хотите. Смерю там размер стельки. В общем, все как положено. И вот это. Вот эти вообще, кто знает, узнаваемая фирма, стоили они 70 тысяч. Это натуральная замша, очень легкая. Это натуральная кожа. Все очень невесомое. Сами туфли прям реально очень-очень легкие. Я их одевала пару раз. Я, конечно, сделаю профилактику. И, конечно же, не за 70 тысяч, но тоже договоримся. В общем, друзья, кому надо, пишите. Сейчас покажу, сколько у меня обуви и как я все уже расставила, разложила. Подруги, видите, вот все собрала, вещички. Это вот всякие там шарфики, шапочки, кепочки, платочки. Вот такие шейные. Это вот тоже давно-давно купила. Ни разу. Нет, раз, может быть, раз одела. Но они чистые. Я их даже в химчистку не отдавала. Очень-очень теплые. Овечья шерсть тут. Вот. Хочу ей отдать. Она, потому что в деревне по зиме ездит. Я думаю, что ей точно пригодится больше, чем мне. Вот. И вот вещи. Вещи я вам уже показывала, какие. Ботинки все уже расставила, разложила. Уже и такой на более легкую весну и на более холодную. И часть у меня стоит в коридоре. Сапоги. Замшевые вот это. Это вот ботфорты такие. Красочки. Ботинки белые. Сапожки тоже еще полусапожки. Так что все себе достала, одела и обула. Себя тоже уже весну одела. Шортики с футболочкой. Это те, что мне подарила Ирина. Москвичка. Жизнь в большом городе. Ее подарок. Так. Сейчас я сгоняю быстренько к подруге. Она живет здесь рядом, недалеко от меня. На машине отвезу все эти вещи. Вот. И вернусь домой. И буду готовить. Сейчас покажу, что. Так. У меня есть три кусочка рыбы. Хек, по-моему. По-моему, хек. Не знаю пока, как пожарю. Но как-то пожарю. Может, там в яйце, в муке, там, не знаю, в сухарях. Подумаю еще. А это вот мясо бобра, я вам говорила. Мне отдали. Ну, не отдали, в смысле, а угостили. Вот. Сейчас я его замочу в холодной воде. Ночь стояла, по-моему. Вот. Не по-моему, а ночь. И вот как раз перед отъездом солью водичку. Поставлю опять холодненькое залье. И до вечера оставлю. Как раз вернусь и буду готовить мясо бобра. Пока не знаю, что из этого получится. Но мне сказать, что это похоже на кролика. Друзья, на улице весна. Поэтому на работу я завтра пойду. Вот в таком красном платьице. И черном подфортах. Они такие прям вот прорезиновые. Легкие. Очень. Пишите, как вам такой наряд весенний. Красивое платье, да? Ладно. Я поехала к подруге. Так, приехала я уже от Катюхи. Вот обувь ей не подошла. А всю одежду, которую и шарфики я отвезла, все подошло ей. А она мне вот дала еще баночек каких-то. И чаи тут разные. Я люблю чаи всякие. Один какой-то медово-яблочный, а другой веселый фрукт. Наверное, можно выпить и смеяться долго. Так что все. Сейчас иду домой и буду готовить бобра. Так, друзья, сейчас начну резать мясо. А вообще, хотела вас спросить. Тоже напишите. Я помню, как-то я вас уже спрашивала, куда вы деваете вещи, куда относите и так далее. Но вообще, идет ли у вас смена гардероба и где вы все храните. Потому что вот у меня, видите, какое хранение, к сожалению. Не в каком-то там шкафчике или в каком-то там хорошем местечке, где шуба точно не испортится. В прохладном, проветриваемом. А, к сожалению, под диваном. Вот так вот. Так, на самом деле я впервые в жизни готовлю мясо бобра. Поэтому посмотрела рецепт в интернете. А точнее в ютюбе. Там написано было, что, точнее сказано было, ну, это был какой-то канал. Я включилась сразу в самый первый, посмотрела, или второй. Какой был там иностранец, какой-то иностранный канал. Поэтому ничего там не говорили. Там просто было написано, что так же замочить на сутки. Потом залить лимонным соком. Оставить тоже на некоторое время. Вот, на лимонном соку я не заливала. Вот. Потом выложить на сухое дно без масла мясо. Потом нарезать мелко лук. Сверху на мясо положить лук. И сверху потом кусочки сливочного масла. И 60 минут на медленном огне тушить. Потом, соответственно, под крышкой снять крышку. Снять пенку. Значит, и положить лаврушку, специи, что вы хотите. Какие специи вы хотите. И как бы еще тушить тоже где-то там, по-моему, минут 60. И все. Типа того, что вкусно и замечательно. Но у меня еще есть вот такая вот баночка кабачочков. Кабачки, да? Да, кабачки тушеные. Мама делала еще по зиме. Кабачки, морковка тут. А, нет, помидорка. Помидорка. Вот. И вот я хочу сделать вот с этими кабачками. Потому что чувствую, мы их не съедим в итоге. Поэтому хочу сделать вот так. Так что, вот, друзья. Делаю пока вот так. По такому рецепту. Посмотрим. Ну, наверное, сегодня я уже не успею вам показать. Потому что сегодня я есть не буду. Есть я, наверное, буду уже на работе. Я возьму с собой на работу. Сейчас сварю немножко гречки. Вот. И покажу вам уже, может быть, на работе. Или, может быть, в каком-то из других видео. Расскажу, вкусно получилось или невкусно. И уже дам вам совет, готовить или нет мясо бобра. И так. Там вот у меня мясо бобра лежит. В два слоя где-то. Потом, вот видите, лучок. И сливочное масло. Почти сколько у меня? Ну, четверть масла где-то сливочного. Так сейчас накрою крышкой. И вот 60 минут на маленьком огне буду готовить. И гречечку сделаю. Все. Поэтому я говорю, время-то уже много. Сейчас покажу. Время-то уже 19-14. Поэтому будет готовиться долго. То есть, я так предполагаю, часа два точно. Поэтому, поэтому, поэтому я вам уже покажу и расскажу, понравился мне этот рецепт или нет. Это вообще вкусно или мясо бобра или нет. Поэтому хочу с вами попрощаться, друзья. Мой бобер, моя гречка. Вот. Все. Пожелать вам хороших, хорошего остатка выходных, воскресенья. Хороших рабочих будней, позитивных. И вообще всего самого хорошего и доброго. Не болейте. С вами я, ваша Баба Атас. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok